Сказка на пороге. Старейший театр России открыл двери после реставрации. В следующем году Самарскому театру кукол исполнится 90 лет. За годы работы сыграли свыше 50 тысяч спектаклей. Менялись поколения актеров и режиссеров, но осталась добрая театральная традиция, легенды о которой ходят не только в России, но и за рубежом. Реставрационные работы велись 6 лет. Я очень долго работаю в театре. И сколько я работаю, мы всегда жили в ожидании вот этого чуда, в ожидании нового здания. И, конечно, сегодня для нас большой праздник, потому что это свершилось. Кукольный театр разместился в историческом здании Самары, где ранее находился известный ресторан «Аквариум». Стены дореволюционной постройки повидали немало. Здесь размещались и советские комитеты, и пионерская дружина, и рабочий клуб. В 1970-м здание впервые отреставрировали и приспособили под театр юного зрителя. Сегодня, спустя полвека, театр оснащен по последнему слову техники – современное звуковое и световое оборудование. Кроме этого, одна из самых передовых сцен в России. Театр кукол – это же всегда чудо. А чтобы создавать чудо, нужны технические возможности. У нас на этой сцене есть 20 штанкетов, два люк-провала, которые позволяют артистам просто пропадать и появляться неожиданно для публики. Театр – это доступное место. Здесь сделали все для удобства ребят с инвалидностью. Пандусы, подъемник, специальная гардеробная и отдельный санузел, лифт и специальные места в каждом из залов. То, что сделали для детей, действительно красиво, все чистенько, аккуратненько. Детям здесь, безусловно, нравится. Новую сцену открыли золотым ключиком. Губернатор Дмитрий Азаров вручил коллективу сувенирный ключ. У каждого человека бывают такие ощущения, ощущения, во всяком случае, детского праздника. Вот сегодня такие ощущения есть у меня. Сказку нам, конечно, подарили, и сказку подарили всему коллективу театра. И хочу еще отметить, что это здание для нас историческое, и театр «Кукол» возник в этом здании в 1932 году. Мы должны оправдывать возложенную на нас миссию, а мы должны ставить новые замечательные спектакли, мы должны радовать зрителей наших. Выбор спектакля не случайен, ведь по сюжету главные герои обретают новый дом, свой театр, в котором смогут рассказать зрителям удивительные сказки, наполненные добром, любовью и светом. Мария Левина, События.